Эпизод этого прямого эфира будет доступна сразу после его завершения. Через некоторое время мы выложим его на наш официальный YouTube-канал. И также вы увидите ссылку на запись в официальном телеграм-канале Greenway Global, собственно, там, где вы сейчас этот эфир смотрите. Поэтому если вы подключились не сначала и хотите посмотреть, какие вопросы были до этого, либо же пропускаете эфир, вы можете всегда посмотреть его запись на нашем официальном YouTube-канале. Так, сейчас ждем Марину. Также пишите, хорошо ли слышно и видно и ведущего, и нашего быстрого лидера. Так, сейчас не вижу. Отлично, вижу нашего спикера. Так, Марина. Мы вас ждем. Вижу, что вы подключаетесь. Это совершенно прекрасно, ничего страшного. Технический момент. Мы ждем, когда наш спикер подключится. О, слышу звук. Марина, здравствуйте. Очень рад вас видеть. Я зашла. Всем видно, слышно. Все вас прекрасно видят, замечательно. Вижу вас. И рад, наконец-то, начать с вами общаться. И помимо, конечно, поздравлений, потому что быть быстрым лидером – это классно и почетно. Но мы сегодня здесь с той целью, чтобы узнать у вас, как у вас получилось добиться этого классного результата. И, как всегда, хочется начать, конечно, первое – узнать вот эту вот чудесную историю. Как вы попали в компанию Greenway Global? Ну да, я всех приветствую. Я знаю, что вы сейчас ждете от меня каких-то секретиков, лайфхаков. Постараюсь в этот короткий период поделиться, как я попала в компанию Greenway. У меня опыт сетевого с 2005 года. Предыдущая кампания успешно по геополитическим событиям ушла из России. И немножко я и моя команда потерялись. Мой доставник, Любовь Астахова, она неделю назад была у вас приглашенным. Она звонит в один прекрасный момент и говорит, ты знаешь, я откажу хромольные вещи, я рассматриваю другой сетевой. Я, не дожидаясь, какую кампанию она мне предложит, я сказала, ты знаешь, если бы я сейчас пошла, я бы пошла в Greenway. Я не знаю, кто мне вложил эту правду. Вот в мои уста где-то, когда-то я слышала про Экотовар, и эта тема мне была созвучна. И мы одновременно с Любовь Астаховой зарегистрировались в мой договор от 7 сентября 2022 года. Вот в этом году буквально мы зашли в компанию. А поделитесь тогда опытом, как быстро происходил ваш рост? Было ли это постепенно или закрывались в последние дни? Ну, о постепенности, наверное, или о быстроте тут не судить. Мы как вот 7 сентября зашли, мы начали работать. Постепенно это или быстро. Не с чем сравнивать, ребят. Наверное, быстро, раз мы называемся быстрым лидером. Поэтому цели были поставлены. Я не совсем верила, что я быстрого лидера закрою, но давно уже привычка работать таким образом. Вяжемся в драку, там разберемся. Потому что если не поставить цель, ее точно не достигнут. А если цель поставить, то большие шансы, что ты ее достигнешь. А так послушать все было очень быстро и легко. Но были ли какие-то сложности на пути к этому успеху? Вы знаете, я не скажу, что было сложно и что было легко. Была проделана работа. Работа была проделана большая. Чтобы такие сложности какие-то особые были, сложность, наверное, в том была, что совершенно зашли, не зная товара. То есть мы начали одновременно и работать, и строить структуру, и знакомить наших клиентов, партнеров с товаром, которые привыкли к этому товару. Еще особо не разбираясь в товаре. То есть, знаете, все одновременно. Поэтому каких-то особых сложностей. Работа, работа, работа и работа. Чудес не бывает. Расскажите про своего наставника. Как вы с ним работаете, как вы выстраиваете работу, как он вам помогает? Вы знаете, с наставником мне повезло. Я давно уже работаю с Любовью Атаховой, с моим наставником. Так вот, чтобы меня видно, тут свет выстраиваю. Мы давно и не в первом бизнесе уже сработались. Поэтому мой наставник хороший стратег, мой наставник хорошо строит планы вместе со мной, с ней хорошо в диалоге проговаривает свои планы. Это здорово, когда у вас есть планы, и когда вы можете проговорить с человеком, который вам поможет их реализовать. И мой наставник верит в меня даже тогда, когда у меня вера особо, ну, самой, знаете, так немножечко, чуть-чуть она куда-то шашатается. Бывает же такое. Мы же не идеальные все, знаете, встала и вся такая, вся белая и пушистая, ходишь только вся мотивированная, всякое бывает. Мой наставник даже в такие моменты в меня верит. И поэтому мне повезло. И, конечно, мне повезло в плане, что с нами сейчас очень плотно работает наш высший наставник Фирсов Александр. Я очень рада, что я с таким человеком познакомилась. Я думала, что учителя в моей жизни уже закончились. Несколько, знаете, у каждого, наверное, есть по жизни учителя, у которого ты учишься, смотришь, стараешься как-то это. И вот сейчас Бог дал еще одного молодого, активного, амбициозного, динамичного наставника. Мы, наверное, его намедитировали. Я, наверное, вот этой динамики ждала. И вот, знаете, все срослось. Состояние потока, что называется, если вам это понятие знакомо и близко. Супер. А каким наставником мечтаете быть вы? Ну, я уже и была наставником, и являюсь наставником, который, вы знаете, очень к этому стремлюсь, чтобы в человеке видеть человека. Не только функцию, не только планы, цели, результат, да. А чтобы все-таки видеть цели человека и вместе с этими целями идти к своей цели. Чтобы у нас все это, умное слово скажу, коррелировалось. И чтобы все-таки и наставник, который мотивирует, наставник, который верит, наставник тоже, который верит даже тогда, когда партнер сам себя не очень, знаете, раскрыл, что называется. В нем увидеть потенциал и его привести к его цели. Правда, у меня есть такая фраза «насильно осчастливить». Не всех получают насильно осчастливить. Это очень здорово. Маленький технический момент. У нас есть пост в официальном телеграм-канале Greenway Global, где вы сейчас смотрите этот эфир. И вы можете зайти и задавать Марине вопросы. Самые интересные из них будут озвучены в прямом эфире, и вы получите свои ответы. Не упустите эту возможность. Это реально очень круто, когда человек с такими успехами отвечает на ваши вопросы. А пока будет мой следующий вопрос. Расскажите про свою структуру. Сколько у вас человек, и как вы выстраиваете с ним работу? Структура у меня 47 человек пока. Выстраиваем работу. Это выстроенные тоже отношения с теми партнерами, с которыми мы уже огонь, вода и медные трубы прошли. Люди подмерили, люди пошли за нами. Уровень у одного лидера S3, у второго лидера S2. Есть те, кто уже пришли, знаете, что называется, нулевиками, но уже сделали свои 200 пиви. То есть вот с ними работали. Это тоже, я считаю, уровень. И, в общем-то, команда, которая, ну, как у всех, состоит из тех, кто прямо стремится к чему-то. И из обычных покупателей, которые пришли только за товаром. И им пока не нужен бизнес. Мы в них тоже верим. Отличный ответ. Спасибо. Начну потихоньку уже задавать вопросы из чата. И спрашивают, есть ли у вас клиентский чат, и если да, как вы выстраиваете в нем работу? Вы знаете, очень большая благодарность, что эта технология пришла в нашу жизнь. И вот чья это разработка? Мне просто дали этот элемент работы, клиентский чат. Вот прям большая благодарность. Конечно, работаю, конечно, туда ввела всех тех, кто когда-то с эко-товаром был связан, новичков. И выставляю где-то, ну, наверное, 5, может быть, 4 поста в день. Стараюсь не перегрузить народ. И используем все-таки такой момент, чтобы все, что интересно мне, это заряженная энергия, это имеет такой, знаете, окрас эмоциональный. То есть то я и продвигаю. Сейчас, например, очень хорошо сезонно говорить об иммунитете, про акции, очень люблю работать с акциями, про красоту к Новому году, про подтяжку личика привезти к Новому году на корпоративе. Вау, супер выглядеть. И вот эта вся информация, которая интересна прежде всего мне, и аудитория-то зашла. Видите, есть такое понимание, что к вам придут те люди, которые созвучны с вами по ценностям. И у них это отклик имеет. Поэтому похудеть, значит, корпоративу на балансерах. То есть, да, веду клиентские чаты. И мне очень нравится сейчас раскрывать людей, которые с хорошим товарооборотом предлагают им создавать их гостевые чаты. Такая технология, которая мне тоже очень зашла. Я сейчас, ну, буквально четвертый месяц, но учусь работать с гостевыми чатами. И у меня есть опыт запуска одновременно в 8 гостевых чатах, в клиентских чатах и в своих. В общем, работать, знаете, так, это масштабироваться. Вот это слово масштабирование, да, это вот не с одним клиентским чатом, а уже вот контент, чтобы шел во многие. Это немножко сложно, трудоемко, но если уж работать, так работать. Отлично. Вот следующий вопрос, который будет от меня пока. Задавайте вопросы в чате. Лучше мы получим в эфире. Вот я уже парочку на них, как сказать, положил глаз. И обязательно задам их в эфире. А я хочу, чтобы вы поделились опытом и дали советы новичкам. Если бы к вам пришел новичок, вы просил бы дать советы в Greenway Global? Что бы вы ему сказали в первую очередь? Ну, во-первых, с новичком мы бы поговорили про то, что он вообще хочет, его потребности, какие деньги, личностный рост, зачем еще сюда идут в бизнес. Затем, чтобы какой-то свой стиль жизни наладить, да. Не хочет девушка из декрета выходить, у нее трое детей, ей там не совместить работу. Кто-то хочет вот этот гибкий график. Ну, в общем, поговорить, о чем вообще человек сюда пришел, про что он, про что. Второй момент, конечно, дать первые шаги, понятные, маленькие шажочки. Вот здесь сделай 50 пиви, вот здесь вот есть такой товарооборот. Это выгодно потому, что чтобы он просчитал первые свои денежки, которые к нему придут, чтобы он попользовался товаром, обязательно узнал такие топовые позиции товара, открыл их, применил, значит, получил вот эту эмоцию. Но если в глобальном плане, то, конечно, с ним бы хорошо бы создать его гостевой или клиентский чат и начать работать. Я уже как предприниматель иду и хочу в его списке дойти. Но это не всегда корректно, да, и человек не всегда допускает. То есть тут выстроить отношения, чтобы человек понял, что не навредим, совершенно это делаем деликатно. И, конечно, вера в себя прежде всего, в компанию, в товар, в наставника. Если какого-то этого одного пункта нет, то очень сложно человеку строить бизнес. Если нет доверия, идите к наставнику, непонимания, идите к наставнику. И берите его времени, ресурсов, энергии столько, сколько унесёте. Я думаю, что любой наставник будет рад тому, кто придёт и перегрузит, загрузит вопросами. Если у партнёра, у клиента нет вопросов, это для меня всегда проблема. Нет вопросов, значит, человек не думает, не задумывается. Мы не затронули те, знаете, нотки, струнки его души и его ценности. Если масса вопросов, у меня всегда куча вопросов. Я такая, знаете, в этом плане рекомендую всем стать хорошей птичкой, мозгоклюйкой, которая заклюёт вот этими вопросами, мне задать, чтобы все вопросы, они были освещены, и чтобы человек двигался. То есть, ну, резюмирую, вера в себя, в продукт, в компанию, в наставника. Вот это самый такой небольшой-небольшой вот этот пункт рекомендации. Это очень важно. Мне кажется, что всем обязательно нужно обратить на это внимание. Те, кто смотрит и у кого есть какие-то проблемы со звуком, посмотрите, пожалуйста, свои телефоны, потому что техническая служба проверила, всё хорошо, у нас звук и картинка транслируются. И, соответственно, посмотрите, что с телефоном. Может быть, имеет смысл слушать только звук, если интернет-сигнала не хватает, а мы пройдём дальше. И очень классный вопрос из чата. Спрашивают, если бы пришлось начать заново, что бы вы изменили для того, чтобы ещё быстрее прийти к успеху? Хороший вопрос. Знаете, ребята, я не думала, мне 56 лет, что я заново в 56 жить только начинаю. Что бы я поменяла? Я бы ничего не поменяла. Я очень рада, что я пришла в компанию Greenway с момента, когда я зашла в этот офис, я увидела эти цвета зелёные, я познакомилась с наставниками, с подходом, и я сказала буквально через час, что мне здесь всё нравится. Я бы вот сейчас ничего не поменяла. Ещё раз заходить и снова начать я тебе не желаю. Я только что это сделала. Отличный ответ. И Юлия из чата спрашивает, как вы работаете с гостевыми чатами? Просит о подробности, рассказать как методику. С удовольствием. Ребят, знаете, по наитию, что называется, пошла, получила результат и поделюсь. Когда клиентский чат создаёшь с человеком, с которым есть договорённость, он осознанно туда приглашает людей. Мы размещаем там контент, пользуемся чайкой, но всё как положено, значит. Из этого клиентского чата вырисовывается, благодаря там розыгрышам, значит, нашей активности, там лотереям, вырисовывается, ну, например, там из 70 человек, человек 10, да, таких, ну, таких активненьких. На них, конечно, обращаем внимание, и у них, как правило, товарооборот. Я себе взяла на вооружение позвонить каждому этому человеку, кого пригласил мой партнёр, и задать вопрос. Вы знаете, я модератор чата. Что, какая информация вам зашла? На что нам обратить внимание, чтобы вам чат сделать более интересным и полезным? То есть такое первое касание с работой о человеке. Установила контакт, и потом у нас произошли такие чудесные чудеса, когда на двух или на трёх вот этих вот участниках сработал товарооборот. Это были прям 50 пиви, прям, знаете, такие, ну, там, третий, сорок. То есть люди не только тебе взяли, но ещё и в окружении как-то вот пошла информация, мы этого смогли добиться. И, конечно, я с этими девушками постаралась встретиться, значит, и мы договорились. Фраза была такая. Люба, я вот хочу Цвете помочь. Ты видела, как мы гостевой, клиентский чат развиваем. А можно, смотрите, можно в твоём окружении собрать небольшую группу, мы дадим готовую смс-ку, сообщение, и создадим твой гостевой чат. Что даст тебе этот гостевой чат? Это дополнительный кэшбэк, ты можешь бесплатно брать товар, если у тебя, значит, в этом чате тоже появятся покупатели. То есть, знаете, вот это, а можно, а давай попробуем, мы хотим помочь, заботы. И вот таким образом мы вывели уже девушку на её гостевой чат. И я думаю, что этот гостевой чат сработает таким образом, что у неё вот этот чат уже станет клиентским, и мы пойдём дальше, искать того, кто вот уже под этой Любой нам разрешит, позволит организовать вот этот вот гостевой чат. Уже таким образом мы раскрываем списки своих знакомых, идём в глубину, и знакомимся с теми людьми, с которыми в обычной жизни, наверное, и не пришлось бы познакомиться, и это было бы, знаете, ну, как-то навязчиво. А так вот, ненавязчиво через товар хорошо зайти к человеку с заботой о его кошельке, когда говорим про его кэшбэк. Очень здорово. Мне кажется, тут прям сразу несколько классных советов, которые можно использовать в практике. Ещё у нас Эпир не заканчивается, поэтому у вас ещё есть возможность задать вопросы. Парочку мы ещё обязательно озвучим в Эпире, поэтому не игнорируйте чаты, обязательно в нём пишите свои вопросы. Я вижу, их много, но хочется, чтобы у нас было больше активности, ещё больше интересных вопросов, И вот Виктория спрашивает, какие способы считаете наиболее успешными для рекрутинга? Что бы вы выделили? Ой, такой, знаете, вопрос для рекрутинга. Способы, способы. Я сама работаю рекрутером в агентстве недвижимости. Это одна из моих видов деятельности. И рекрутинг – это всегда, знаете, такой момент. Хорошо бы, чтобы человек пришёл с запросом, с потребностью. Наверное, в сетевом, я бы сказала так, ищите людей с запросами, с запросами, как к товару, взять товар со скидкой, к свободному времени, к тем, что ещё даёт сетевое, к гибкому графику, к собственному бизнесу. То есть, если у людей есть вот эти запросы, как-то вы услышали, увидели, или создали потребность, ну, это вообще высший пилотаж, знаете, взять человека, и создать в нём потребность работать с сетевом. Вот. Всё-таки теория, практика сетевого говорит о том, что мы берём какое-то определённое количество человек, 30, 50, пишем список, и тотально делаем касание. Да, нет, следующий. Если у человека будет запрос, вы это почувствуете, он будет задавать вопросы. Ну, или, по крайней мере, скажешь, хорошо регистрирую, я буду клиентом, мне товар нравится, там, разберёмся, да. Вот. Только опросом. Мы не можем никак, знаете, вот, какие-то инструменты рекрутинга, рекламу и так далее. Ну, это отдельная история. Вот. А всё-таки это поиск, это поиск, как грибочки в лесу. Вот их не видно, и вот нащупываешь, нащупываешь. И не бойтесь делать много касаний, много приглашений, навстречу, по бизнесу, потому что я тоже живой человек, когда мне 40 человек скажут нет, настроение такое, знаете, не очень. Но я знаю, что работает статистика. Есть статистика, из определённого количества человек у вас всё равно какое-то количество скажет да. Спросите у наставника свою статистику в группе. Вот. Поэтому их всего лишь надо найти. Если вам первые да сказали, то все остальные там 30 могут сказать нет, и наоборот. 30 сказали нет, и вот они да. Но тот, кто сказал да и пришёл на бизнес, он вам старится и вернёт все ваши эмоциональные, временные, ресурсные всякие затраты. Обязательно. Слава Богу, сетевой, он такой, знаете, благодарный в этом смысле бизнес, он всё вам вернёт, все ваши вот эти вот издержки, так называемые, да, в плане эмоций и негатива какого-то. Сейчас уже негатива, мне кажется, нет. Люди нет и нет, они до того станет и своими делами, что они даже уже негативить им неком. Отлично, спасибо. И вот следующий вопрос, мне кажется, интересный, из чата спрашивают, какой у вас любимый продукт Greenway Global и почему? Слушайте, ну я очень люблю убираться, это для меня такой релакс. Я люблю очень файберы. Вот это вот взять, вот это тереть, вот это отмывать, сделать чисто. То, что было до этого не очень чисто, это прям мой такой, знаете, вот прям, если плохое настроение, вдруг, да, я иду уборку делать и настроение повышается и квартира чистая, все файберы. Отлично. Следующий вопрос будет про мотивацию. Что вас мотивирует и вдохновляет добиваться таких классных результатов? Ой, знаете, такое есть выражение, есть морковка впереди, у ослика, а есть факел там. Говорят, у россиян чаще факел. Я бы, конечно, хотела, чтобы меня мотивировала морковка, и, конечно, меня там мотивирует стиль жизни, дома и так далее. Но вот факел, ну, если серьезно, то вдохновляет, наверное, меня моя семья. Хочется стиль жизни обеспечить для внуков, для дочери, подарки, для мамы, для себя, да, приоритеты расставила. Вот. Я очень люблю путешествовать. Если я не путешествую в течение там какого-то полгода, года, ну, стиль жизни мой не тот. Очень люблю путешествовать. Что вдохновляет? Вера, конечно, в меня, в моей команды, моих клиентов, которые все сказали, что, Марина, мы с тобой. Это дорогого стоит, это наработки предыдущие. Вот это очень вдохновляет. Ну, как я оставлю своих клиентов любимых без эко-товара? Ну, как? Это просто, это буду не я. Вот. Вдохновляет. Поэтому, ну, конечно, что вдохновляет еще? В основном, наверное, знаете, хочется и в 56 лет быть молодой, красивой, успешной, быть в тренде, чтобы были входящие какие-то заказы, звонки, чтобы ты был востребован, чтобы телефон не замолкал. Когда замолкает телефон, и ты никому не нужен, я вот этого не хочу. Ну, это, наверное, какие-то такие уже штуки, которые, поэтому быть в тренде, вот это вдохновляет. Очень супер. Мы подходим к концу, и последний мой вопрос будет про будущее Greenway Global. скажите, когда вы планируете и в каком периоде закрыть GM? Ох, ребята, какие вам вопросы подробности. Ох, какие вопросы. Вопрос, конечно, быстрому лидеру, когда GM, у меня компьютерное образование, такой, знаете, должен быть алгоритм от DEL до GM, пока алгоритм не простроен. Я могу сказать, что уровень мастер я планирую закрыть вот в следующем двадцать третьем году. Для этого есть ресурсы, понимание, как это делается, как сделать вот этого уровня GM. Я могу, конечно, сказать, знаете, такую красивую фразу, что я там в 2025 году закрою, но это будет нечестно. Поэтому я за то, за что могу отвечать, сказать за уровень мастера в следующем году. Это в планах. Здорово. Марина, огромное вам спасибо для участников нашего эфира. Не переживайте. Если на ваши вопросы не ответили, я думаю, Марина увидит их в чате в нашем официальном телеграм-канале и сможет там пообщаться. Я видел, что еще есть несколько вопросов, которые требуют ответа, но я думаю, что мы дальше сможем пообщаться уже непосредственно в чате. Марина, огромное вам спасибо за тот опыт, которым вы поделились. Всем не переживайте, кто подключился мне сначала. Этот эфир в ближайшее время появится на нашем телеграм-канале и ссылка на него появится в нашем телеграм-канале. Обязательно следите за нашими новостями. Марина, еще раз огромное спасибо. Пока всем слушателям. Вам, Марина, пока. Будем следить дальше пристально за вашими успехами. Спасибо вам и всех с наступающим, в общем-то, Новым годом. Уже можно поздравлять. Чуть-чуть осталось. До свидания. До свидания. Продолжение следует...